Ой! Хочу! 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 Класс! Видел, как пронеслись, вообще ничего не заметили. Вот я люблю такие, но нет, короче, я всякие люблю, разные. Я ждала, что будет. Прекрасная машина. Эту машину я хотела снять очень-очень давно, но проблема заключалась лишь в одной банальной вещи. Я не могла найти более-менее здоровый вариант, а такие тачки хочется снимать в хорошем состоянии. И речь идет даже не о банальных вот таких вот вещах. И это для машины, которая проживает в нашем климате, и которой 14 лет от роду, к сожалению, нормальное явление. Просто, в принципе, Land Cruiser 100, если он в хорошем состоянии, он редко выставляется на продажу. Он просто передается из рук в руки. Три основные проблемы. Это ржавчина, угоны и бездорожье. Если у этой машины мы видим ржавчину только на пятой двери, то обычно неприятная рыжая зюзя может быть вот здесь, на кромке капота. И на стыке с лобовым стеклом. Также форменной катастрофой может быть ржавый ВИН на раме, который находится приблизительно вот здесь вот. Без экспертизы не обойдешься. Это сейчас такой геморрой, просто непередаваемый, ребята. Угоны для этой машины дело прошлое, но раз уж коснулись истории с ВИНом, здесь ВИН был выбит на табличке, которая крепилась на заклепках. Ха-ха, сказали наши русские, посмешите нас. Соответственно, эти заклепки нахрен убирались, машины угонялись пачками, пачками. А дальше, как вы понимаете, сейчас очень тяжело будет выяснить, что с этой машиной было 10 лет назад. Поэтому просто с экспертом очень внимательно проверяйте, что там с этими табличками и номерами. Это сейчас у нас любят дизели, а тогда-то считалась у нас соляркой вообще отвратительного качества. И народ просто боялся покупать такие машины, дабы не приехать на достаточно дорогостоящий ТНВД, который в данный момент стоит порядка 1000 долларов, тогда стоил еще дороже. А чуть не забыла, кстати, это 4,2-204 лошадиные силы. И вот тогда у нас особо культуры обслуживания дизельных двигателей-то не было. И получалось, что вы вроде как экономите на топливе, потому что бензиновые агрегаты очень жрущие. Но по расходам просто на содержание и на то, что может сломаться, эти моторы выходили дороже. И, кстати, если вы соточку ищите исключительно для бездорожья, посмотрите машину с дизельным мотором 130 лошадиных сил. Ничего не ест, никогда не ломается и никуда не едет. А вот бензиновый 4.7 и едет, и жрет, и тоже не ломается. Это ваш любимый 2УЗ. Первый раз как раз-таки он был поставлен вот в эту машину. Он 235 лошадиных сил. Хороший, очень мотор. Если нормально обслуживался, миллионник 100%. Бензиновый, кстати, есть еще шестицилиндровый. Тоже очень неплохой мотор по надежности. А что касается этого дизеля, кстати, села за руль и думала, все будет намного хуже. Он даже для города вполне нормально себя чувствует, хорошо реагирует на педаль. То есть ты чувствуешь, что ты управляешь неуправляемой баржей, у которой достаточно мощности. Для этого мотора не предел 500 тысяч километров пробега. Неведомые показатели, правда? А еще к тому же, в отличие от современного говна, этот мотор даже в случае, если он вышел из строя, прекрасно ремонтируется. Но 500 тысяч, правда, он пройдет в случае, если его нормально обслуживали. Мы, кстати, посчитали вот так вот на скорую руку. И получилось, что если учитывать ресурсы этих агрегатов, то в среднем капиталить эту машину нужно где-то раз в 20 лет. Ну а в случае, если на ней таксовать, то хотя бы раз в 10. Основная прелесть этой машины сейчас для многих владельцев в том, что до второй передачи, если машина на механике, ей реально пофигу, что у вас под колесами. Асфальт с колдобинами, болото, вообще вот пофигу. Она просто едет и едет, и ничего не замечает, все съедает. Правда, раньше важнее еще были и понты, но, к счастью, сейчас уже для этого кузова понты ушли, к счастью, потому что с ними ушли и угоны. Любимейшая часть ленд-крузера для многих граждан – это, конечно, его раздатка. Раздатка здесь включается вот этой вот замечательной ручечкой, никаких вам крутилочек, как в современных автомобилях. И в случае, если вы ее ставите в режим low, дифференциал блокируется автоматически. Во всех остальных режимах, пожалуйста, ручками и кнопочкой. И вот основные проблемы с этой машиной вы огребете в случае, если вы возьмете ее из-под человека, который каждые выходные бодро и гордо скакал перед соседями по даче по полю, по всем колдоебинам, по всем возможным вообще ухабам. И после этого и не особо ее обслуживал, а потом еще выезжал на асфальт и забывал о том, что заблокированный дифференциал-то нужно разблокировать, и так и ездил. А обслуживание-то здесь достаточно простое. Смазывать крестовину да менять масло в раздаточной коробке. Правда, в таких регионах, как Московский, на дороге льют всякую жижу, и в итоге, когда вы откручиваете крышку, она элементарно могла закиснуть, все там могло заржаветь, и не дай бог лопнет корпус раздатки. Аккуратненько. Но, если честно, вы же старичка покупаете. К таким моментам нужно быть готовым и философски относиться. Сегодня нам прямо повезло. Мы снимаем условно без пробок, но в пробках мы нашли для себя прекраснейшее развлечение. Лучше и не придумаешь. Мы установили себе приложение Badoo, и теперь смотрим людей рядом. Смотрим. С кем же можно поболтать, с кем можно познакомиться, исключительно в целях дружбы и бла-бла-бла. Регистрация оказалась просто простейшая. А дальше для меня, например, самая интересная функция для пробки – это люди рядом. Сортируешь, например, кто тебя интересует – мужчины или девушки, ну или все подряд. Я отсортировала, я девушка замужняя, я на всякий случай отсортировала по девушкам. Кстати, очень интересно. В пробке, естественно, знакомых ты вряд ли встретишь. Но я недавно сделала вот эту, вот этой же функцией воспользовалась дома, и очень прикольно я увидела девушку, которую я, условно, каждый день встречаю в своем подъезде. Вот это прикольно. А, кстати, давайте приколимся и посмотрим, а что у нас сейчас тут рядом есть. Так, ну, как всегда, меня интересует. Да ладно уж, все меня интересуют. Короче, вокруг огромное количество каких-то мужчин. Так-так-так, не-не-не, давайте девчонок смотреть, давайте смотреть девчонок. А посмотрим ко всех, кто, не всех подает, а всех, кто онлайн. Слушайте, как много. В общем, если вам скучно, это отличный способ провести время в пробке, если вам это нужно, может быть, с кем-то с разными целями познакомиться. Эта машина, когда появилась первый раз в 98-м году, вот она была первой из лэнд-крузеров с неким намеком на шик. И реально, вы знаете, вот сейчас садишься в этот автомобиль, и нельзя сказать, что это прям угарная старая корыта. Нет, ни в коем случае. Конечно, следы времени есть. Если вы найдете машину в хорошем состоянии, у вас следов времени будет меньше. Ну вот, например, как эта машина, она вроде как ничего. Но, в принципе, вот салон, если в основном говорить о восприятии, конечно, отличается от двухсотки предыдущей, но он сносный. То есть купить эту машину и не чувствовать себя говном. Эти машины сплошь продаются с пробегом в 300-400 километров. Он, скорее всего, еще и скручен к тому же. Но, например, 500 тысяч здесь вообще не предел. Мотор хороший, проблемы с топливной системой были решены в предыдущем поколении. И в отличие от современного говна, даже если этот силовой агрегат выйдет из строя, его вполне можно починить. Машина, кстати, достаточно долго прожила на конвейере. Было два рестайлинга, 2002 и 2005 года. Вот у нас машина после рестайлинга, после 2002 года. Забавно то, что я долго искала хорошую сотку, а в итоге нам досталась машина с редким мотором. Это дизель. Из 54 вариантов соток, которые сейчас продаются на Автору, лишь 15 вот с таким вот силовым агрегатом. И стоят они чуть подороже, чем обычно. Порядка 900 тысяч рублей и выше. Ну и, как всегда, все самые актуальные цены по ссылке в описании на Автору. Иногда мы смотрим объявления на подержанной машины, а там вот такой вот трактат. Пишет человек, какая у него крутая комплектация, как он дорого за это все заплатил, и как это все круто, замечательно и великолепно, и как он чувствует себя барином. И мы такие, ой, хочу, 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 хочу. А в итоге, друзья мои, как человек, который торгует подержанными машинами, окей, назовите меня барыга, как вы любите, как барыга, скажу вам так. Такие машины лучше обойти стороной, лучше взять то, что попроще. И заметьте, я говорю не про опции, а про всякие технические мыльки. Например, у этой машины были, оказывается, в каких-то богатых комплектациях электронноуправляемые амортизаторы с датчиками положения кузова. И это означает, что в случае, если они у вас проглючат, а они у вас проглючат, потому что машина старая, машина у вас упадет на переднюю или на заднюю ось. Нахрен вам это надо? Когда эта машина только появилась, многие фанаты марки и фанаты конкретно Land Cruiser вообще не поняли, что это было. Какой-то шикарный мобиль, оснащенный, великолепный, дорогой, и еще и без переднего моста. Нафига он нам нужен, спросили они. Но Toyota настолько уважает своих клиентов, что в ответ они сделали 105-ку. 105-ка это типичный говномест, гораздо проще, чем сотка, с другой задней дверью, насколько я помню. Ну и с возможностью месить гумно. Хотите, пожалуйста, месите. Господи, чуть патриот не пнули. Женя, мы чуть не пнули твой любимый патриот. Потому что я все сказала про достаточную мощность, но мало сказала про херовые тормоза. Коробка передач у нас 4-ступенчатый автомат, но надо сказать, что на этих машинах... Дедуля, вперед! На этих машинах более ранних годов производства чаще встречается механика, автоматов просто не было. Потом, правда, поменяли на автомат 5-ступенчатый. И почему-то с 2005-го года коробка стала вдруг необслуживаемой. Японцам тоже захотелось денег. Ну а что они, не люди, что ли? Глазки, как у меня, узенькие. Ну а чего ж денег-то не хотеться? Соответственно, необслуживаемая коробка это у нас путь куда? В никуда, а именно в сервисы в ремонт. То есть, в случае, если вам говорят, что у этой машины, чувак, у тебя один из последних сотых ленд-крузеров, очень крутой, очень крутой, в коробке я масла не менял, ибо не надо, потому что мне в сервисе сказали, значит, вот в данном случае, когда машине уже более 10 лет, вот в принципе и не меняйте. Но в таком случае коробка у вас скоро, скорее всего, накроется. Она все равно дольше там 300-350 не проживет. Но в принципе, в коробке надо менять в любой масло раз в 60 тысяч километров пробега. И тогда можно рассчитывать на то, что у вас коробка проживет приблизительно столько же, сколько и мотор, то есть 500+. Как он мне по рулежке? Да никак он мне по рулежке, Женя, никак. Короче, рулежки здесь нету. Эта машина не для того. Даже не пытайтесь на ней что-либо изображать. На вторичном рынке, кстати, когда будете искать сотку, скорее всего, встретите много машин из Эмиратов. Вот с ними надо, ребята, аккуратнее. Очень сильный кондей, слабоватая печка. И что касается коррозии, вот они ей подвержены еще сильнее. Эта машина, она идеальнейший вариант для людей, которые хотят, ну, извращаться на бездорожье. Еще она также очень неплохой вариант на случай, если вы хотите себе, очень хотите себе купить автомобиль, который до сих пор солидно выглядит, на котором не стыдно подъехать там к любому загородному дому, но при этом денег на двухсотку у вас, к сожалению, нет. Если вдруг случится чудо, и вам удастся найти вот такой вариант в хорошем состоянии, берите, хватайте, обслуживайте, никому не отдавайте. Это отличная тачка. Ну, в Гомны мы с тобой тут, очевидно, не полезем. Да и нафиг вообще страшно, что-нибудь еще у него отвалится, старенький все-таки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!